Ракетка, сетка и валан. Все, что нужно для партии в бадминтон. А еще, как оказалось, для помощи детям с тяжелыми заболеваниями. В Химках впервые провели благотворительный турнир «Спорт добрых дел». Идея таких соревнований родилась еще год назад, но не было подходящего места для их проведения. Задумку воплотили в жизнь, когда открыли центр ракеточных видов спорта «Спейс». Появился шанс помочь детям, которые относятся к фонду «Подари жизнь». Это Дина Корзуна и Чулпан Хаматова, основатели этого фонда. Все вырученные средства от проведения турнира мы направим в фонд с помощью детям, больным, ракам и тяжелыми онкогенатологическими заболеваниями. Состязания парны играют два на два. Сначала отборочный этап. Четыре дуэта соревнуются в одной группе, двое победителей в каждой выходят в плей-офф и играют на выбывание. В турнире приняли участие порядка ста человек. Попробовать свои силы мог любой желающий, как профессионал, так и новичок. Говорят, что одна игра в бомбинтон способна заменить целый день прогулок, потому что если суммировать все передвижения игрока по площадке, набежит около 10 километров. У меня опытов в бомбинтон не так много, поэтому я решила обратиться к профессионалу. Вячеслав, расскажите, как нужно правильно ударять? Чтобы правильно ударить, надо правильно взять ракеточку. Давайте с вами поздороваемся, и вы также поймете, как бежать ракеточку. Как мы с вами поздоровались, так же и поздороваемся с ракеточкой. Вот этот основной хват называется правый хват, играя с открытой стороной ракеточки. Чтобы научиться чувства валана, чувства длины ракеточки, вам необходимо научиться. Первое упражнение – это жонглирование. Жонглирование перед собой, открытой стороной ракеточки, правым хватом. Давайте попробуем. Давайте. Оп. Ну все. В отличие от нашей съемочной группы, которая за игру пробежит все 20 километров, для Дарьи Жуковской такие фокусы с ракеткой давно не проблема. Девушка уверенно отправляет валан в полет, заставляя соперника по ту сторону сетки понервничать. Себя Дарья считает игроком-любителем. Влюблена в бадминтон уже пять лет, и это взаимно. Я пробовала сквош, я пробовала теннис большой, и мне кажется, сквош и теннис, они более силовые. Что касается бадминтона, это как бы сочетание техники, меньше силы, но очень нужно много выносливости, сосредоточенности. И главное – запало к победе. Это первый опыт проведения благотворительного турнира. Организаторы надеются, что такие соревнования станут регулярными.